Харизматичный актёр, атлет, каскадёр Павел Абдалов известен всем гражданам СССР, которые смотрели знаменитый фильм «Зверобой». Что интересного есть в биографии актёра, об этом вы узнаете из нового сюжета на канале «Знакомые лица». Павел Абдалов родился в Москве 24 февраля 1964 года. С детства полюбивший театр, он после окончания школы поступил в ГИТИС на курс Олега Табакова. Но после первого года обучения молодого человека призвали в армию, поэтому образовательный процесс пришлось приостановить. По возвращении со службы Абдалов продолжил изучение актёрского мастерства под руководством Владимира Андреева. По окончании института в 1988 году молодой специалист поступил на службу в театр «Сатирикон», возглавляемый Константином Райкиным. В течение пяти лет актёр радовал зрителя своей игрой со сценических подмостков. На его счету роли Геркулеса в спектакле «Геркулес» и «Авгиевы конюшни», «Шерхана» в «Маугле». Дебют актёра на экране состоялся ещё в студенческие годы в трагикомедии «Кинзадза», в которой ему досталась маленькая роль. Появился Павел и в эпизоде комедийного вестерна Эдуарда Акопова «Человек с бульвара капуцинов». Известность настигла актёра после выхода на экраны дебютной режиссёрской работы Андрея Ростоцкого, двухсерийного приключенческого исторического фильма «Зверобой», в котором он сыграл одну из ключевых ролей – товарища главного героя, охотника Гарри Марча. Фильм оказался достойным внимания, романтичным, в нём хватило экзотики и приключений. Всё это привлекло зрителя, а игра двух главных героев сделала его запоминающимся. Не менее яркой оказалась его игра в драме, снятой по мотивам одноимённого древнегреческого романа «Дафнис и Хлоя», в которой он сыграл Даркона. Во времена перестройки Павел Арсенович фактически не снимался. Зато с началом нового тысячелетия зрители снова могли наслаждаться игрой актёра в телесериалах. Конференция маньяков, «Сыщик без лицензии», «Формула стихии» и фильмах, «Азазель», «День выборов» и другие. Глядя на игру молодого актёра на экране, нельзя не подчеркнуть, что он отлично сложён. Его обнажённый торс в зверобое выглядит впечатляюще, а рельефные мышцы свидетельствуют о том, что мужчина не понаслышке знаком со спортом. Кроме актёрской игры, Павел Арсенович был дублёром и каскадёром, поэтому ему было необходимо поддерживать себя в идеальной форме. Регулярные физические нагрузки помогают и сегодня 58-летнему актёру выглядеть великолепно и играть в фильмах крепких мужчин. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если вам было интересно и не забудьте подписаться на канал «Знакомые лица». До новых встреч!